Как вам кушание на свежем воздухе? Ну, пока еще не кушали, но надеюсь, что хорошо. Аппетитно? Аппетитно. Вот так весело и широко открывается Масленица в Щековском городском парке культуры отдыха, торговые ряды и, конечно же, блины. Сегодня будет целый день до самого вечера. Примите из наших рук угощения. Мы это делаем с величайшим удовольствием и любовью к вам. Блинов на Масленица было не с честь. К приготовлению традиционного блюда, без которого не обходятся ни одни провода зимы, в парке подключились глава района, его заместители и депутаты. Я сегодня пеку блины масленичные с приправами, со сметаной, с вареньем, со сгущенкой. Маленькие детки вот захотели со сгущенкой. Хотим, чтобы этот праздник у них оставил приятные воспоминания о том, что их обслуживали вся администрация, глава и депутат нашей Московской областной. Мы все. Мы просто очень любим наших людей. И хотим, чтобы у них тоже была радость. И вот для этого работаем здесь. Отлично. Очень аппетитно все выглядит. Сейчас попробуем. Кроме блинов, в парке бесплатно угощали блюдами русской кухни. В глубине аллеи работала кухня полевая. Украшение праздника стал чудо-самовар качели высотой в шесть человеческих роста. Мы поели очень вкусные блины. Мы сыграли в квест, побегали по всему парку. Очень все получилось здорово. Получили подарки, пряники. Масленица – это очень веселый день для всех. Все очень ему радуется. На эстраде парка глава Щелковского района Алексей Валов поздравил горожан и гостей с окончанием зимы – «Масленица» и «Прощеным воскресеньем». Мы славно поработали зимой. Все муниципальные и государственные программы выполняются в установленные строки. Строятся школы, строится мост, готовится опять масштабное благоустройство. И до благоустройства того, что уже сделали, мы будем дальше так же работать, чтобы вам жилось комфортно и приятно в этом городе. Чтобы в каждой семье был достаток, и это искренне желаю, чтобы была любовь, взаимопонимание, чтобы вы никогда не чувствовали себя в одиночестве. Декоративные фигурки для украшения зеленого сада из осеновых чурок выпиливали мастера по дереву на выставке садовой техники. Сегодня мы представляем здесь нашу технику для лесосада и парка. Ну и немножко демонстрируем возможности инструмента. Исконно русская забава – ледяной столб на глазах у сотен зевак. Один за другим смельчаки снимали с вершины подарки. Дети попросили, вот двое детей у меня там стоит. Сказали, лезь, надо подарок. Ну и как там, все с высоты? Ну, довольно-таки обзорно. Солнечное, эксцентричное – все это о чучелах Масленица, расписных маслен, образовательные учреждения нашего района выставили на ежегодный конкурс «Сударня Масленица». Диплом победителя в этом году достался шестой школе. С весенним задором горожане соревновались на свежем воздухе, поднимали восьмикилограммовые шары. Сколько весит? Восемь почти. Трещоковские команды на снегу сыграли в древнюю игру «Кила». И еще масса занимательных развлечений на любой возраст и разный уровень подготовки. «Развлечений очень много для детей. Я многодед, у меня трое детей. Очень все понравилось, очень все хорошо. Я пришли сегодня сюда». «Со своими детьми, с тремя и с женой». «Весело, здорово, все прекрасно, блины вкусные, концерт прекрасный». И вот настал момент прощания с зимой. Каждый год этот древний ритуал приводит в восторг и детей, и взрослых. «Чучело, чучело, поднимись повыше! Покажи нам, чучело, что горит на крыше!» С горожанами зиму провожали Михаил Налетов, Александр Оржевский, Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...